Я только что угадала, что это люкс какой-то. Золото, все надо. Наталья, Наталья. Та-да! Одна, серьезно? Не знаю, такой бренд. Блин, это Кларанс. Реальный люкс. Всем привет, это канал Золотого Яблока и рубрика «Свидание вслепую». Сегодня я, Эмилия Данилевская, вместе с прекрасной Александрой Кириенко. Всем привет. Саша, знаешь ли ты, что мы сегодня с тобой будем делать? Да, я уже догадываюсь. Я так понимаю, мы будем угадывать люкс косметика или не люкс? Не в виде упаковки. Да, верно. Фишка этой рубрики заключается в том, что нам выносят косметический бьюти-продукт. Он будет полностью упакован, и мы никак не сможем разглядеть, что это за бренд. И только с помощью собственных ощущений и чувств мы будем предполагать, масс-маркет это или люкс. Очень интересно, даже немного волнительно. Да. Особенно из-за того, что вы меня позвали как эксперта. Конечно. Хочется, знаете, не облажаться. Но перед тем, как мы начнем, у меня есть вопрос. Как ты считаешь, действительно ли люкс априори всегда лучше, чем масс-маркет, или есть все-таки продукты, которые уступают? Вот. Мне кажется, что есть в масс-маркете продукты, которые реально качественные и классные. И у меня даже есть такие продукты в моей косметичке. Например? Например, гель для бровей NYX, например, гель для бровей Artvisage. Это вообще максимально, мне кажется, дешевые продукты. А какой у тебя вообще любимый бренд из люксовой косметики и из масс-маркета? Есть ли у тебя такие? Из люкса. Я люблю весь люкс. Вот. Я люблю весь люкс. И я считаю, что в каждом бренде можно найти очень хороший продукт для себя. Вот. Нет такого, что есть один бренд, и у него все классно. Чаще всего... Согласна, да. ...то есть какие-то единичные моменты, и можно найти в каждом бренде что-то хорошее. Окей. Саша, а ты можешь назвать какие-то свои три самых любимых продукта в масс-маркете или в люксе? Без разницы. У меня на самом деле их очень много, их больше, чем три. Но я назову те продукты, которыми я пользуюсь, именно мои фавориты, которыми я пользуюсь в последнее время. И первый продукт, это, кстати, продукт масс-маркет. И это тон Миша. Он совершенно недорогой, но супер качественный, и мне он очень нравится. Честно говоря, я даже не знаю такой бренд. Ну, вот я тебе рекомендую обратить внимание на него и попробовать. Так, это первый продукт. Вот, конечно же, я не могу обойтись без карандаша для бровей. И это карандаш Оли Романовой. Да ты что! Да. Так. Замечательно. И третий? И третий, это, конечно, консилер. Без консилера никуда. Мой любимый консилер это All Ours от Saint Laurent. А как ты считаешь, сама упаковка бьюти-продукта, она как-то влияет на его восприятие или нет? Безусловно, влияет. Мы же девочки, и для нас очень важно эстетическое содержание. Поэтому, когда мы берем в руки, это люкс, это классно. Но, как я и сказала про тон Миша, мне он очень нравится, хотя упаковка у него супер простая. Но из-за того, что этот продукт реально очень классный, мне нравится, как он работает и как он смотрится на моей коже, то у меня есть мои косметички, и я считаю, что не всегда упаковка это очень важно. Хотя это очень приятно. Да, согласна, что упаковка это действительно не самое главное, но тем не менее, мне нравится, когда все-таки все очень красиво упаковано, когда косметика тяжелая, не знаю. Тяжелая? Мне прям нравится, мне кажется, что это качество. Тяжелый люкс. Да, 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 да. Ну, а часто ли ты вообще совершаешь вот эти онлайн заказы, или тебе важно подойти там, пощупать, понюхать, потрогать? Ну, вообще, мне удобнее, конечно, заказывать онлайн, и я все меньше хожу в магазин, потому что лежа на диване, но мне приятнее и быстрее все это происходит. Вот, но я же все продукты знаю, и мне очень удобно заказывать все-таки онлайн. Ну да, когда ты знаешь продукты, то не обязательно идти в магазин, а можно открыть приложение и спокойно заказать. И, кстати сказать, если ты хочешь получить дополнительную скидку в 10% к своему заказу, то обязательно используй этот промокод в приложении Золотого Яблока. И дайте мне, пожалуйста, этот промокод, потому что я вчера заказала себе. Вот, а теперь будет... А уже поздно. А ну, надо новый заказ делать. Надо новый заказ делать. Итак, ну что, давайте мы уже приступим к разбору косметики. Наталья, пожалуйста, пожалуйста. Выносите. Это тушь. Я это сразу поняла. Кстати сказать, я забыла упомянуть одну очень важную деталь. Угадавший, люкс это или масс-маркет, будет получать один балл. И потом в конце мы посчитаем общее количество баллов, и тот, кто проиграл, будет выполнять задание. Я проигрывала уже два раза. Надеюсь, что в этот раз у меня получится избежать наказания. Ну, как сложится звезд. И также мы сократили время на принятие решений до одной минуты. Наталья будет засекать. Наташа? Готова? Давайте, поехали. Я, как человек из народа, вижу, что это тушь. Я думаю, все это видят. По запаху это тушь. В принципе, я даже не знаю, как тут определить, масс-маркет или люкс, если еще не обращать внимания на упаковку. Я думаю, что вот с такой вот кисточкой, скорее всего, это может быть масс-маркет. Почему-то я уверена, что люксовые кисточки, они, как правило, короткие и силиконовые, возможно. Не, они разные. Да? Ну, короче, ну, я не профессионал, да. Я по запаху... Я не знаю, это тушь по запаху. Поэтому я бы сказала, что, наверное, это все-таки масс-маркет, потому что меня смущает кисточка. Хотя, возможно, это и люкс. Нет, давайте я все-таки поставлю то, что это люкс, просто так. Рассчитываю исключительно на свою удачу, потому что я дико не хочу выполнять задания. Ну, и я бы отдала за эту тушь, наверное, две с половиной тысячи. Я успела, извините. Итак, теперь мнение эксперта. Ох, волнительно, вы знаете ли. Ну, я поддерживаю, поддерживаю. По каким критериям вообще ты сейчас судишь? Конечно же, это аромат. То есть это не обычная какая-то тушь? Нет, я думаю, что это самая обычная тушь. Я бы, конечно, хотела ее попробовать, но, к сожалению, у нас с тобой нету ненакрашенных ресниц. Вот, тушь определить можно по тому, как она выглядит на ресницах. Но, знаешь, момент, 10 секунд. Осталось, осталось полминуты. Я думаю, что это масс-маркет. Все. А почему? Ну, потому что... Просто... Щеточка, аромат. В смысле, это какой-то плохой аромат? То есть так обычно дорогие кашнилипы? Да, ты можешь продукт определить, если ты его нанесешь куда-то. Как я могу тушь определить? Ну, а вот приходится, как-то придется нам определять. Ну, если честно, очень сложно. Но я думаю, что это масс-маркет. И сколько бы ты отдала? Я бы отдала за нее 400-500 рублей. Итак, ну что, ставки сделаны. Давайте смотреть, что это за продукт. У тебя лежит ножик потрясающий. Да, и ты сейчас торжественно будешь распаковывать. Ну все, видите, я смогу облажаться жестко, конечно. Ну, извините. Масс-маркет? Ты угадала все. Ага, я знала, что это. Все-таки эксперт, что ли? У тебя вообще в декабре прошел новогодний марафон, где ты делилась какими-то секретиками в бьюти-сфере. И могла бы ты сейчас поделиться, ну, допустим, одним лайфхаком для наших зрителей? Конечно. Давайте, раз мы делаем идет про тушь. Во-первых, я скажу, что неважно масс-маркет или это люкс. Тушь есть хорошая и в люксе, и в масс-маркете. Это первое. И второе. Если вы накрасились и нечаянно запачкали века, вы просто можете взять, да, вы можете дождитесь, пока высохнет. Я не могу вскрыть, помогает. Вы можете взять просто ватную палочку или щеточку пустую для бровей и чесать эту тушь. О, чесаешь. Да. Это первый. А также, чтобы не запачкать века, перед тем, как делать макияж, вы можете взять какой-то тюбик, приложить его на века и накрасить тушью. Делала так? Нет, так не делала. Ну вот, попробуешь. Ну, получается, я говорю, запаковали. Да, ну, как всегда. Давай вот, подожди, а вот так разделим. Ты будешь вот это скрывать. Я думаю, да, что вообще надо снизу начать. А ты так вот не можешь сказать по упаковке, что это за бренд. Хотя, может, у него смаркет уже. Ой. Блин, подожди. Так, 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 так. Наталья тут нам помогает. Блин. Своё детище распаковать. Упаковала я на сваду. На совесть. Не на славу, а на совесть. Надо всё по-честному. Вот вам скажу. Так, вон там уже виднеется. Это Мэйбелин, да? Да, это Мэйбелин. Нет, это... Да, Мэйбелин. Вот так вот. Ну, кстати, сказать, тушь от Мэйбелин... Нет? Да ладно. А, как Эйбелайн. Это точно масс-маркет. Я это точно видела... Видела. Да. Обычно у кассы. Они лежат, возможно. Это они. Я вот люблю Вивьен Сабо. Её, кстати, очень многие любят. Тушь от Вивьен Сабо. Советуют. Да, Вивьен Сабо, да. Кабары. В золотой крышечке. В золотой упаковке. Всё. Всё, мы вскрыли. Итак, ну что же, балл у нас достается Александре. Я тебя поздравляю. Ну, я пытаюсь быть счастливой. Пытаюсь искренне радоваться. Итак, ну а мы предлагаем... Ой, что я наушу сна. А мы предлагаем... Уже всё, я... Спаситься. Да. Итак, ну что же, я предлагаю сейчас нам перейти ко второму продукту. У меня ещё есть шанс. Но перед тем, как мы перейдём ко второму продукту, я предлагаю зайти в приложение «Золотого яблока» и посмотреть, сколько же на самом деле стоила эта тушь. Ну что же, мы видим, что тушь стоила без скидки 289 рублей. Итак, Наташа. Ждём, пожалуйста, просим, просим. Палеточка. Палеточка. У меня единственная вообще есть палетка, которой я пользуюсь. Она у меня от Мак, и я её использую 300 лет. Так, здесь мы видим, я так полагаю, 15 цветов. Оттеночка. А может быть... 15 ты посчитала? Я не посчитала, я сказала, как я думаю. Я думаю, 15. И так, по текстуре. Что я могу сказать? Текстура приятная, но тени, они какие-то, ну знаете, не особо-то пигментированные. Я как специалист вам. Ой. Хотя, вроде бы и пигментированные. Сложно как-то всё в вашей косметике, в ваших макияжах сложно. Так. Ну, вообще, я бы сказала, что, наверное... 30 секунд. Так, я бы сказала, что это масс-маркет, потому что мне кажется, что оттенки весьма масс-маркетовские. Ну, то есть, я думаю, что люксовые бренды, они бы не засунули столько оттенков в одну палетку. Я вот чисто из-за этого по текстуре, ну, тенюшки, что ещё сказать. Масс-маркет, и я бы... 100% масс-маркет, как я считаю. И я бы отдала за эту палетку, ну, тысячи полторы, наверное. 750 рублей. 750. Полторы или 850? Нет, 750. Прямо. Всё, я уложилась. Прошу. Спасибо большое. Я, в принципе, могла бы её не брать в руки. Тебе и так видно? Да, я думаю, что это масс-маркет. Вот, оттенки, в принципе, красивые, но в люксе оттенки очень всегда сложные. Вот, поэтому... Что значит сложные? Сложные, но, понимаешь, люкс отличается тем, что там продумывают каждый цвет. Угу. И они сложные, там замешано много-много всяких оттенков, которые смотрят в класс. А по текстуре как? Ну, по текстуре я тебе скажу. Мне кажется, текстура прекрасная. Они хорошо пигментированы. Угу. Спасибо. Они хорошо пигментированы. Хорошо растушевываются. По упаковке понятно сразу, что это масс-маркет. Ну, мы, конечно, стараемся не судить по упаковке, но... Нет, ну, в плане, знаешь, даже просто по самой палетке, потому что в люксе таких больших... Ну, хотя бывает, наверное, но редко. Вот. Это масс-маркет. И примерная стоимость, которую бы ты отдала за эту палетку. Ну, я думаю, не больше тысячи рублей. Ну, я думаю, не больше тысячи рублей. Ну, они, да, очень такую... Внушительные. Ой, господи, чтобы точно всем все подошло. На любой вкус. Посмотри, я лично веду свой инстаграм больше как про жизнь. То есть у меня очень мало там какого-то экспертного мнения о чем-то. А для тебя инстаграм это все-таки больше работа или какой-то отдых, куда ты выставляешь, не знаю, свои будни? У меня все вместе. Это и работа, да. Я делюсь со своими подписчиками своими открытиями в плане уходовой косметики, а в плане своего стиля и декоративной косметики. Также у меня немного есть и такая психологическая, так сказать, история. Что еще? Конечно же, это путешествия, но сейчас путешествий очень мало. Да. Поэтому пока что на стопе эта тема у меня. Вот. Но вообще это у меня личная моя страничка, да. Она больше даже не рабочая, а моя личная страничка. Ну да, то есть ты воспринимаешь инстаграм не только через призму заработка, работы. Нет, это моя история. Я делюсь просто своей жизнью, своими какими-то инсайтами, открытиями и в плане всего. Вот. Так, я даже не знаю, как это. Revolution. Кстати сказать, я так и думала. Я так думала, потому что у них вообще огромная коллекция, я не знаю, линейка палеток. У них очень их много. И я знаю, что людям нравится им пользоваться. Я часто где-то вижу у кого-то. Да, ну, по текстуре мне очень понравились. И пигментированные, в принципе, очень красивые цвета, особенно если поехали. Ну, они трендовые. Да, они трендовые очень. И давайте мы сейчас узнаем в приложении «Золотого яблока», сколько на самом деле стоит эта палетка, и кто из нас с Александрой был ближе к цене. Я сказала 750 рублей, а ты сказала, ну, около 1000. Окей. Цена этой палетки 1200 рублей. То есть ты была ближе. И давайте приступим к третьему бьюти-продукту. Наташа. Меня, кстати, мама зовут Наташа. Так. Мороженое. Видите? Нет, это... Да, это... Тональный крем. Замечательно. Так, сейчас бы еще... Крышку нельзя открыть? Может, открыть? Нет, он уже как бы... Сейчас мы заставим его выдавиться. Мне кажется, я, конечно, не хочу... Ой. Я немножко подкрасила. Не хочу относиться к предвзято, но мне кажется, что люксовые бренды бы так не пшикали долго. Не знаю. Но вообще по текстуре, мне кажется, тональный очень неплохой. Запах приятный. Три секунды. Так, три секунды. Мне этот запах напоминает какие-то уходовые средства. Мне нравится. Думаю, что это, скорее всего, люксовый бренд. Возможно, потому что мне нравится запах. Мне нравится то, как он наносится на кожу. То, как он на ней ощущается. Он такой немножечко увлажняющий. Вот. Поэтому я считаю, это люкс. Вот так. И отдала бы я за этот тональный крем, наверное, тысяча три. Время. Я прям идеально укладываю. Господи. Что думаешь ты? Да, очень приятный аромат. Да что ж я... Извиняюсь. Он, знаешь, такой... Да. Ты знаешь, вот не всякие малинки там... Хочется доверять ему, да. Да, да. Кажется, что... Да, что там полезного много. Так, текстура хорошая. Очень хорошо пигментирована, но при этом ложится тонко. Оставляет красивый сияющий финиш. Ощущение, как будто на руке это люкс. Но мне кажется все-таки, что это масс-маркет. Да, но на моей руке он выглядит как реальный люкс. Так что, ну, мой вердикт в масс-маркет, но я могу ошибаться. Итак, ну что, а примерная стоимость? Вот ты бы сколько отдала за такой тональный крем? Я думаю, 1300-1500. Примерно около 1500. Замечательно. Итак, мы прям идеально укладываемся. Все, вошли в обкус. Сработали, сработали. Давайте мы все-таки узнаем, что это за продукт, масс-маркет или бренд. Мне же прям очень интересно. Потому что даже если это масс-маркет, я бы себе, наверное, приобрела. И, кстати, ребят, хотела напомнить о том, что в приложении золотого яблока есть невероятно удобная функция. Функция называется «избранная». Поэтому, если что-то вам понравилось из этих продуктов, вы можете добавить в «избранное», чтобы не забыть и не потерять эти продукты. Что? Слушайте, ну упаковали, конечно, потрясающе. Быстрее отгадываем с тобой, чем распакованы. Да, да, у нас... Профессионально. У меня тут еще производственная травма. Давай, давай я тебе помогу, я тебя спасаю. Ты доктора Эболит пришел. Да. Подхвати. Блин, мне походу даже так кажется. Сейчас мы тут все изрезаемся. Передом ходом с тобой, да? Такие вот подарочки от Наташи у нас. Наташ, ну ты, конечно, конспиратор еще тот. Блин, это колоранс. Вы посмотрите, я только что угадала, что это люкс. Как-то так, я горжусь собой. Молодец. Нет, на самом деле я просто тыкнула пальцем в небо, мне кажется. Но, да. Но действительно очень хорошая эта ложь снова. Очень приятный аромат. Ну что же, мы по традиции заходим в приложение золотого яблока и смотрим, сколько на самом деле стоит этот тональный крем. Ты сказала, что он стоит полторы тысячи рублей. Я сказала, что отдала бы за него три с половиной или две, короче, около того. Итак, мы видим, что тональный крем стоит три с половиной тысячи рублей. Я прям... Ты все, например, еще пара программ, и все. И все, я научусь. Я уже тут все поняла. Наталья, Наталья. Так. Смотрите, хендмейт. Очень красиво. Очень красиво. Прям приятно такое получить. Итак, мы видим палетку, по которой я тоже могу сразу сказать, что, на мой взгляд, это масс-маркет. Все-таки какие-то очень разношерстные оттенки. Мне кажется, что в люксе они, как я уже тысячу раз сказала, ну, делают, короче, одинаковыми. Вы поняли. Но текстура тоже не очень, честно говоря. Мне кажется, что они немножко плешивят. Я не знаю, правильнее ли я термин сейчас употребила. Короче, я думаю, что это масс-маркет. И стоит в районе, пусть будет, 700 рублей. Я думаю так. Александра. Уложилась быстро. Да, да, я уже все, вошла во вкус. Так, смотрим по текстуре. Да, они очень плохо набирают продукт. В плане, да, на кисти, я думаю, они вообще не будут, если я, значит, на палец не могу его набрать. Хотя, некоторые продукты хорошо отдают цвет, но в основном все-таки. Да, мой вердикт это масс-маркет все. А цена? Цена, я думаю, ну, рублей 800, наверное. Ну что же, наши мнения сошлись. Давайте узнаем, что это за продукт. Давайте я буду вскрывать, вы, дамочка, немножко. Вы в программе «Успеть за 24 часа» преображаете людей, такие феи. Скажи, как ты считаешь, что помимо косметики вообще красит человека? Вот такой вот вопрос у меня философский. Крась человека доброта и блеск в глаза. Если мы внутри гармонии, если мы любим себя без эгоизма, а просто любим себя, то все идет изнутри. Красивое сердце, красивые глаза и красивая художка. Давай, молодец, пожалуйста. Мы здесь все порежем все. Сама заклеила, сама расклеивала. А вдруг там люк, а ты так вот давишь. Барбарски. А вот поэтому и давишь. Опа. Та-дам! Да ладно, серьезно. Я на самом деле по форме вот этих вот штучек, я понимала, что это дживанши, но потом подумала, слишком большая упаковка, и почему они не такие пигментированные? Все, это уже оправдание, это уже оправдание. Да, нет, ну в плане, да, но были моменты, знаешь, просветление. Ну что же, к сожалению, да, мы не угадали. Давайте сейчас посмотрим, сколько же стоит эта палетка в приложении Золотого Яблока. Я думаю, явно не 700 рублей. Итак, в приложении Золотого Яблока палетка стоит 5180 рублей. Ну мы прям вообще, конечно, мимо по всем фронтам. Ну ничего, ничего, бывает. Да, нормально все у нас, вот что, это, революция у нас. Да, да, без разницы. Так, следующий, давай. У меня что-то упало, пока я не сломала. Ну ничего, я надеюсь, все хорошо. Это, о боже, это какая-то сыворотка, да. Она, я не знаю, видно вам или нет, но в этой сыворотке блестючки есть. Золото с усвоением. Золото, конечно, да. Ой, это сейчас будет очень сложно. Это масло. Это масло. Масло с шиммером. Я, честно говоря, иногда пользуюсь маслом-шиммером для ног. Ну то есть, когда... Шиммер есть или это просто, мне кажется, золото за шубку давать? Жилеты не масло. Фиг его знает вообще, что это такое. Короче, но очень все блестит. Пусть этот продукт в моей голове будет маслом. Пусть будет маслом. Я думаю, что оно. Я думаю, что это какое-то масс-маркетовское масло. Не знаю, какой-то елочкой пахнет непонятно. Короче, я думаю, что это дешевое масло какое-то или не масло. Стоит, не знаю, рублей тысячу. Где-то так. Ну, масс-маркет, наверное. Или не масло. Хотя кто будет запариваться в масс-маркете делать вот такие масла? Пусть... Все, масс-маркет. Масс-маркет тысяча рублей максимум. Мое мнение. Итак, мнение эксперта. Что, во-первых, это такое? Потому что я не понимаю. Ну, вообще, я по уходу как бы не двигаюсь. Но это вообще масло. Или что это, на твой взгляд? Да, похоже. Наверное, какая-то база увлажняющая, я не знаю. Масло точно присутствует. По запаху может быть тебе... Аромат, кстати, неплохой. Да, он неплохой, но мне кажется, что... Я думаю, что тоже это все-таки масс-маркет. Ну, я теперь уже, знаете, даже не доверяюсь людям, собственно. Уже два раза мы немножко не угадали. Но, кстати, на руке, смотри, какая она стала красивая, увлажненная. Блестит. Ну, да, блестит. Ну, я тоже все-таки голосую, что это масс-маркет. И стоимость? Сколько бы ты отдала за... Ну, да, тоже, наверное, не больше тысячи. Итак, ну что же. Скрываем. Скрываем, что ты? Скрываем. Давай, у тебя это получается лучше. А как вообще у тебя реагирует твой сын? Я, насколько знаю, ему 16 лет, уже взрослый мужчина. Как он реагирует на твою деятельность в интернете, на то, что ты блогер, популярная личность? Он отлично реагирует, ему все нравится. Он вообще смотрит там часть твоего шоу? Нет, он не смотрит, но... Нет, ну шоу он смотрел несколько раз. Ну, он такой мальчик, настоящий мужчина. Знаете, вот эти все девичьи истории в плане... Не пошел по твоим стопам. Не, слава богу. Настоящий мужчина. Он, конечно, меня поддерживает и всегда отпускает меня на работу и всегда относится с пониманием. Так, я не знаю, что такое бренд. Так, он называется... Не знаю. Муста или Маста? Или Джаст? Инста, по-моему. Инста, что-то там какое-то. Соло, ты все как надо. Ла... Ну-ка, Малыш, помогите чуть-чуть. Там уже вот виднеется, но... Там уже все в нас. Все в нас. Ну, я это знаю. Ты знаешь, надо масс-маркет. Да. Масс-маркет. Масс-маркет. Это ламыль. Ламыль. Я, честно говоря, даже не знаю такой бренд. Напишите, хороший ли он. Посмотри, какая рука. У вас же леная, красивая. Вот тебе и Масс-маркет. Ой-ой-ой. Золото сусальное. Ну, кстати, сказать, выглядит очень симпатично. Вот эти вот золотые штучки, они смотрятся секси. Мне нравятся. И на руке, я говорю, рука помолодела. Так что, пожалуйста. Сыну 16 лет, рука вообще. Давайте посмотрим, за какую стоимость вы сможете приобрести вот ламыль масло. Без скидки в приложении «Золотого яблока» это масло стоит 628 рублей. То есть, ну, в принципе, мы даже угадали его стоимость. Были очень близки. Да, хорошее средство. Лайк, лайк. Все хорошо. Итак, ну что же, а мы приступаем к нашему последнему продукту, который расставит все точки над «и». Это подводка. Я вообще фанат гелевых подводок. Я очень люблю стрелки. Я их рисую себе 396 лет. Я думаю, это 100% люкс. Вот 100%, потому что уже очень легко наносится. Очень тоненькая сама кисточка. И мне нравится, что она, как бы она без волосинок. Я не знаю, как это сказать правильно. Мне кажется, что... Без ворсинок, да? Ворсинок, да. Ворсинки там. Мне кажется, что ей будут получаться очень красивые стрелки. Поэтому я бы сказала, что это люксовый бренд. И стоимость примерно полторы тысячи. Наверное, где-то так стоит. А мне даже не надо больше. Я думаю, да, что примерно стоит в районе полутора тысяч рублей. Люкс. Давай тоже посмотрим. Твой вердикт. Все очень хорошо. Он очень хорошо делает стрелку. И очень важно, знаешь, в масс-маркете... Я не знаю, на самом деле, если честно, масс-маркет это или люкс. Потому что я не пользуюсь такими фломастерами. Я тоже люблю гелевые подводки или карандаши. Но очевидно, что, знаешь, весь плюс, что он не растекается. Да, да, да. Он начинает растекаться в морщинке. Поэтому тут сложно угадать. Ну давай, твой вердикт. Ну я думаю, наверное, это люкс. Люкс. Хотя я сейчас наугад говорю, потому что я честно вообще не знаю, люкс это или масс-маркет. Но примерная стоимость, сколько бы ты отдала за нее? Не знаю, тысяча пятьсот, тысяча семьсот. Мне кажется, для фломастера они дороже. Ну да, да, я тоже так считаю. Хотя вот сейчас смотри, вот растекаться начали. Понимаешь? Ну мы уже сказали, что это люкс. Ну ладно. Ну все, все, уже время закончилось. А надо было раньше. А надо было раньше. Все, поздно. Итак, давайте мы распакуем нашу с вами подводочку. Кстати, стойкая? Да. Да, стойкая тоже в этом момент. Ой. Так. Я надеюсь, тебе сейчас это горло не перережу. Это будет очень весело. Это будет перечто. Да. Сразу восемнадцать плюс у нас. Так. Давай я помогу тебе. Сейчас, сейчас, сейчас. А, я так вот прям делаю. Пошли. Вот видишь, они с люксом, как обходят тебя. Так. Ой, господи, сейчас еще стол тут покромсаю. Бобби Браун. Мы угадали? Мы угадали. Кстати, я очень люблю бренд Бобби Браун. Мне они очень нравятся. У них очень крутые. Мне нравится у них гидрофильное масло. Да. У них очень классные базы. И бальзам для губы. Короче, Бобби Браун. И стоимость, ну, наверное, примерно такая. Давайте мы убедимся, открыв приложение «Золотое яблоко» и посмотрев бьюти продукции. Но мы немножко продешевили, потому что стоимость данного лайнера 2 600 без скидки. Но с дополнительной скидкой по промокоду «Золотого яблока» у вас получится скидочка в 25%. Это, ну, как бы нормально, я вам скажу. Это нормально. Соу. Все, продукты закончились? Продукты закончились. Все, у нас получается ничья, как я понимаю. Ничья. Ничья. Я не буду выполнять задания. Итак, ну что же, по итогам нашего соревнования у нас ничья. И, соответственно, слава богу, никто не будет выполнять задания. И подарок нам придется делить. Пожалуйста, подарок в студию. Крутите барабан. Итак, что же у нас... Боже, здесь такие прикольные подарки. Я это уже вижу, потому что в прошлый раз Сердару, например, подарили целую коробку антисептиков. Итак, ну что, давай ты будешь доставать, смотреть и комментировать. Я даже не знаю, что это. Это какой-то уход. А, это патчи. Это патчи, Дара. Ты пробовала? Нет, я не пробовала. Я вообще не очень люблю патчи, если честно. А вот ты обязательно попробуй. У тебя синяков под глазами нет, поэтому не нужен. Ну, в будущем меня, я думаю, это ждет. Так, давай, следующий ты доставешь. Так, здесь у нас снова патчи. Тоже замечательно. Будем пробовать. Смотри, у тебя патчи, у меня патчи. Все по-честному. Как-то так. Следующее у нас что? Следующее. Ой, я вижу клиник. Я очень люблю клиник. Я пользуюсь их кремами, умывалками. Мне нравится. Да, а это сыворотка для ухода за кожей вокруг глаз. Здесь классно таким роликом. Да. Да, сразу отеки будут убирать в кассу. После самолета. Выглядит секси, мне нравится. Ну, и последнее у нас консилер от Эфсей Лоран. Мне кажется, что вообще эта коробочка, она, знаешь, такая для Нового года, для 1 января. Вот здесь все самое нужное. Две упаковки патчей, консилером себя замазала, сыворотка и пошла дальше праздновать. Прекрасно. Мили, так. Хорошо, что нам патчи подарили. Хорошо. Ты же, говоришь, не пользуешься им. Ну, возможно, придется начать пользоваться. Я тебе настоятельно рекомендую. Конечно, у тебя нет синяков, но 1 января, если я очень весело отпраздную Новый год... Да, так что заходи быстренько в Яблочко, промо-кодик и патчи у тебя с дополнительной скидкой 10%. Ну, а теперь самое приятное – это конкурс. Для того, чтобы получить вот такой вот бокс, как у нас с Александрой, который мы разделили, но у вас будет ваш собственный, вам нужно написать в комментариях, что бы вы хотели увидеть 1 января под елкой. Также поставить лайк и подписаться на канал. В общем, спасибо всем большое за просмотр. Я надеюсь, что вам было интересно. Также с наступающим вас Новым годом, с наступающими праздниками. И я тебя тоже хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Пусть у вас будут самые невероятные подарки под елкой, желательно в коробочках золотого яблока. И скачивайте приложение золотого яблока. Пока-пока!